Максимова Дарьяна Дмитриевна, кандидат политических наук, доцент кафедры международных исследований Института зарубежной филологии и регионирования Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирча Амосова, старший научный сотрудник отдела Канады Института Шрай-Канады, директор общественной организации «Северный форум». Дарьяна, откуда это появилось-то имя? Вот как родители почему? Дар и Яна или Дар и река Яна? Вот почему Дарьяна? Да, это все считают, что это Дарьяна, и даже говорят, а может ты на Яне родилась, на реке Яна. Но на самом деле нет, там все гораздо… Ну, я целый месяц была без имени после рождения. А у меня бабушку звали Дарья. Дарья? Нет, Дарьей не называйте. Вот, ну и были, значит, несколько имен Сардана и Лена. Ну, это как мне рассказывают родители. Ну, и в итоге получилось то, что все равно мама хотела как-то Дарья, а Дарьяна – это как соединение Сарданы и Дарьи. А, вот так же. Да, то есть приставка именно «на», как бы, да, на такой манер. А дальше еще интереснее, когда в ЗАГС пошли записывать, у меня прямо в этом свидетельстве о рождении есть прочерк «Дарья», а дальше «на». И там тоже история, папа говорит, ну, опять что-то придумали. Да, обязательно. Да, ему так это, прямо эта женщина сказала, ну и в итоге вот у меня вот такое свидетельство, что Дарья, а потом «на». Когда мы с вами общались первые, вот как по организации Северного форума, меня сразу же заинтересовало то, что вы являетесь еще и в Институте США и Канады научный сотрудник, да? Я старший научный сотрудник. Старший научный сотрудник. Как режиссер в составе делегации, якутской делегации, правительственной делегации, почему-то меня туда в список внесли, мы ездили по северно-западной территории Канады. Самой северо-Арктики. Да, самой северо-Арктики, так, северная. Меня тогда поразило очень много схожего, похожего, ну, понятно, по климату и по культуре, особенно северного народа, индейцы, там, инуиты, и потом эскимосов как инуиты. Это одно и то же. Как ты еще, инуит еще как-то называешь? Нет, у них язык инактитут. Инактитут, я никак не смог сказать, да. Инактитут. Так, и вот разные вот эти. Меня это удивило, схожесть очень. И поэтому мне, когда говорят Канада, то человек, который связан с Канадой, там, по научно, там, по деятельности, мне всегда интересно, у меня, как бы, воспоминания. И там, кстати, я впервые подумал о том, что, оказывается, арктическая культура, она удивительная, уникальная, неповторимая такая. Вы вот кандидат политических наук. Политические, да. У вас тема какая там? У меня самая канадская Арктика, значит, звучала она проблема освоения северных регионов и Арктики во внешней политике Канады. То есть я политолог-международник, именно вот по внешней политике, международное сотрудничество. Все это изучать начала давно, еще в 2006 году поступила в аспирантуру как раз в Институт США и Канады. Это Российская Академия Наук Институт. И вообще только там занимаются вот Канады, и нас, канадоведов, очень мало по России. Ну, есть отдельные, конечно, люди, которые в разных институтах, но вот там вот у нас именно отдел Канады. И когда я туда попала, я сначала хотела писать именно по Якутии, ну, потому что, ну, я север, Арктика, да. Вот, уже тогда как-то такое направление у меня было. Мне сказали, Якутия слишком узко, давай бери всю Канаду. Вот, а потом я хотела российско-канадский, мне сказали, нет, это тоже узко, бери всю Канаду. Вот, ну, и в итоге защитилась я в 2011 году, ну, и кандидат политических наук, а специальность у меня называется «Проблема регионального и глобального развития в международных отношениях». И много у нас специалистов по мировой экономике, которые тоже занимаются международными отношениями. Основная тема какая? Политология, она, ну, вот как раз, когда я сейчас преподаю политологию и историю и методологию зарубежного регионоведения, это у нас тоже как отдельное направление в международных отношениях, теория международных отношений, там получается, что как раз вот геополитика, геоэкономика и геокультура, они рассматриваются в комплексе. В комплексе, да? Да, то есть, по идее, я тоже культурой могу заниматься. А, то есть, не разделяется? Да, мы так сильно не разделяем, что именно только геополитика, потому что мы как междисциплинарная можем соединять и другие науки. Убежден, что на геополитику, геоэкономику, геокультура очень сильно влияет, поскольку культура же, ну, как бы, вы правильно говорите, охватывает. Охватывает. Да, охватывает. Ну, культура – это все, что создано человеком, если так широко трактовать. Обычно у нас под культурой понимают танцы, там, песни, театр, усы, лонхоток, да? А на самом деле культура уже куда широкое понятие. В этом смысле, конечно, я считаю, что геокультура важнее, чем экономика, геополитика. А, да? Как вы на это смотрите? Ну, с этим, конечно, можно поспорить, но, с другой стороны, вы правы. Есть же понятие межкультурной коммуникации, вот, и это тоже сейчас очень актуально. Межкультурная коммуникация, она как раз объединяет вот это вот, и под культурой объединяет и политику, и экономику. То есть, чтобы понять, как развивать экономику, да, получается, надо понимать национальную, ну, какую-то особенность, да, той страны, где это может происходить. Чтобы понять, опять же, политику, опять нужно понимать историю, да, культуру, да, культура, кстати, с историей тоже связана, да, очень сильно. Вот, то есть, здесь, да, без геокультуры никуда, то есть, это очень-очень, и плюс еще, я говорю, почему я могу заниматься культурой чуть-чуть, потому что у меня две темы в отделе Канады, в институте как раз. Первая, это канадская Арктика, политика именно, а вторая тема, это у меня коренные народы Канады, вот, а там без культуры совсем никуда, да. Ну, конечно, я там политику изучаю, ну, как они относятся именно с государством, как они общаются, но в любом случае культура, она играет очень большую роль. Знание языков же это высокий уровень культуры, да? Или много, а как ты, сейчас-то это, ну, раньше, если ты понимал, ну, владел своим родным языком, само собой, разумеется, потом русский язык, а сейчас много, как называть, билингвизм или как много? Билингвизм, это два языка. Когда вы знаете, вот как мы, да, якутский и русский. Да, а сейчас человек, который владеет несколькими языками, это же, то есть вы говорите о коммуникациях, это же очень важно сейчас, да, вы владеете многими языками, это, как я знаю, да? Ну, у меня, можно сказать, четыре языка, якутский, русский, английский, французский. Вот у вас, как бы, в далекой молодости, так, это было заложено, вы как, почему вот, почему вы решили как-то узнать много языков, или как это произошло, или потом пошли учиться на такие, такие вот, как бы, направления, политологии, политика, вот, откуда истоки такого? Вот, например, для меня ясно, как в белый день, почему я в театр попал, великая случайность, в то же время я с детства-то учился у таких людей, которые меня, оказывается, настраивали. А у вас как произошло это, в результате каких? С, ну, якутским языком, это мои родители старались, то есть я умею разговаривать, но, к сожалению, да, вот, если писать, ну, хотя и сейчас я пробую уже, да, себя, потому что я училась, ну, родилась в Якунии, училась я в 8-й школе, сейчас она у нас классическая гимназия, и вот, когда вот в 8-й школе училась, уже тогда у меня появилось желание изучать языки, именно, ну, вот, вот эти вот, которые я дальше перечислила, французский и английский, у нас было заложено два языка, я заканчивала в такой экспериментальный, наверное, класс, потому что мы были первым гимназическим классом, и нам ввели два языка, вот, и с 8-го класса у нас был французский язык, вот, как-то у меня это... Какие годы вы учились? Я закончила в 2001 году, поступила в 91-м. А вот как раз это министр, министр внешней связи, господин Артамонов, он француз же, я помню тогда, как-то так получилось, что очень много французский языку, как-то прикипелись многие, может быть, связано было, потом это Париж, ЮНЕСКО, там, это, в культурной политике происходили такие очень серьезные процессы, там, поэтому и это может быть так, ну, понятно, значит, знание языков вас подвигнуло на такую вот... Да, школа, получается, а потом уже, когда поступала, вообще закончила я историко-архивный институт, это РГГУ, Российский государственный гуманитарный университет, и там тоже по принципу языка поступала, потому что была специализация про КВБК, КВБК, Канада, и у нас специализация, то есть я по специальности историк-архивист, со специализацией цивилизация КВБК, история, культура и архивы. Цивилизация? Цивилизация КВБК, туда я вот именно целенаправленно шла из-за французского языка. Встречаюсь с молодыми людьми, часто ко мне приходят, разговариваю, и они, особенно знающие многие языков, вот почему-то все в сторону Канады смотрят, так? Я знаю, что много переехали жить в Канаду, вот, а почему вы не остались, или не поехали жить в Канаду, а приехали сюда, обратно вернулись, теперь уже сколько лет-то, вот через 15 лет, да? Это очень хороший вопрос, потому что действительно мне удалось чуть-чуть пожить в Канаде из-за учебы, получается в Канаде я была, ну, в общей сложности, наверное, уже более 10 раз, а если по такому длительному промежутку, в общей сложности, наверное, около двух лет. Вот, прожила и училась, занималась, сначала просто мы поехали на стажировку, как раз вот эта вот цивилизация Квебека предполагала стажировку в Канаде. Это был 2005 год, 2005-2006, и мы, ну, тогда, наверное, были одними из первопроходцев, потому что мы были вторым набором, который поехал тогда от РГГУ именно в Канаду. И тогда считалось то, что, ну, как-то вот 2000-х мало ездили на стажировке, вот сейчас я сюда приехала, студенты прямо везде ездят, а тогда как-то это было так вот необычно. И мы поехали, да, конечно, Канада нас поразила своим, ну, цивилизованным образом жизни, да, развитым образом жизни, вот, мы как-то так ходили, ну, то есть не понимали, наверное, ту жизнь, да, но потом уже свыклись, да, какой-то, наверное, очень большой багаж оттуда привезла. Потом второй раз поехала уже в аспирантуре, тоже уже там пожила, уже более так, и друзья появились, и как-то, и до сих пор, кстати, у меня там друзья, и я спокойно приезжаю, то есть я не живу в гостинице, живу у друзей. И это так, ну, наверное, очень хорошо всё складывалось, и, наверное, мы хотели там жить, я хотела, наверное, какое-то время, ну, вот по юности, часто такое бывает, ну, сразу вот, может быть, эмигрировать, да. Ну, потом я уже поступила, когда на работу в Институт США и Канады, мы, как-то и я сама, да, подумала, ну, мы, я имею в виду, это моя семья, родители, да, там, муж, то есть всем, я подумала, что, наверное, мне лучше ездить туда. То есть, ну, я продолжаю там бывать, и это как-то, ну, мне кажется, это интересно поработать, наверное, на свою страну, изначально так думала. Потом, 4 года назад, по семейным обстоятельствам, у меня появился ребёнок, я решила, что, ну, наверное, мне стоит в Якутию поехать, вот, поближе к родителям, конечно. Ну, получилось так, то, что сюда приехав, я и не отдыхала, сразу работать пошла. Дальше, когда втянулась уже в работу, решила, что, наверное, для Якутии надо что-то сделать. Ну, то есть, у меня, как бы, постепенно это всё происходит, не то, что я, там, планирую на 5 лет вперёд, да. А нет никакого патриотического, такого, как бы, порыва? Есть, есть, конечно, есть. Да, когда я была в Канаде, я постоянно занималась именно вот возможностью сотрудничества с Якутией, с Россией. У меня даже диплом, кстати, в университете про Северный форум и возможность схождения Квебека в Северный форум. Это был 2006 год, а Квебек, кстати, входил в Северный форум в 2011 году. То есть, я, как бы, прогноз даже сделала. Да, у меня даже такое получилось, ну, по прошествии, да. Я не знаю, насколько я повлияла, я тогда совсем юная была студентка, но... Знаете, что у канадцев хорошо? Когда вы иностранка, и тогда, я говорю, это было необычно, что приезжает иностранный студент и занимается этим. Я уже тогда, получается, 21 год, да, 22 года могла прийти в правительство там Квебека и, ну, проконсультироваться по своей теме. То есть, у меня тогда уже какие-то были, вот, ну, получается, идеи, да, заводить контакты. Ваше возвращение домой, это есть яркое проявление патриотизма. Да, я... Хотя, конечно, вы трактуете-то, как бы, ну, некоторые стечения обстоятельств, так и так далее. Так это судьба. Да, судьба, это яркое проявление патриотизма. И, ну, я себя причисляю тоже патриотом своим, Якутией. Возможностей много было, но для меня важнее здесь, мне интереснее здесь. И здесь больше, как бы, сама реализуешься, так, своим. И в этом плане, вот, считаю, что очень правильно, серьезный выбор сделали. И тем более, когда с вами пообщался в работе организации Северного форума, вот недавно. Вот Северный форум, так? Северный форум. Вы сейчас директор, как называется, как там? Ну, сокращенно Северный форум, а так Международная организация северных регионов Северный форум. А должность моя, исполнительный директор. В чем секрет неправительственного? Значит, что, как финансируется это? На самом деле, конечно, мы очень близко находимся к правительствам, потому что у нас 14 регионов, а регионы у нас возглавляют губернаторы. То есть мы напрямую... Регионы северных стран. Регионы северных стран. А российские регионы тоже входят? Российские регионы, ну, если перечислять, это их очень много, 10 регионов. У нас практически все регионы арктической зоны России, плюс дальневосточные, например, Хабаровский край, Приморский край, Магадан, Камчатка. Дальше у нас есть иностранные регионы, это Аляска, из Исландии у нас город Акурери, из Финляндии у нас Лапландия, и еще самое интересное у нас есть провинция Кангун из республики Корея. То есть мы объединяем не только север, мы объединяем регионы по принципу их заинтересованности в развитии севера и Арктики. То есть получается у нас как бы именно цель, миссия развивать север и нет градации по границе географической. То есть это не обязательно географически привязанное к северу. И в этом мы очень, ну, мне кажется, уникальны. То есть мы не останавливаемся, да. По идее, конечно, северный форум может объединять очень много, на сегодняшний день, да, очень много регионов. И как мы финансируемся? В основном у нас несколько ступеней. В основном это у нас взносы членские наших регионов. То есть получается мы очень близко находимся к правительствам регионов, да, которые выделяют нам деньги. И вторая ступень это у нас бизнес-партнерство. То есть мы еще можем объединять бизнес, который интересован, заинтересован в севере и Арктике. Северный форум Арктик, Совет Баренцева. И, ну, я участвовал в культурном плане, в каком-то смысле даже у истоков стоял я, как министр культуры. И в некоторое время очень сильно это работало. Михаил Ильич был председателем этого северного форума. А потом как-то чуть-чуть так куда-то ушло это тогда. Сейчас еще раз, в следующий раз актуализировано. Это с вашим появлением или что произошло, что активизировался северный форум? В 21-м году будет 30 лет, потому что северный форум основан вообще-то в 91-м году на Аляске. Михаил Ефимович принимал участие. И в 93-м году и республика вошла в состав. То есть мы с самого начала, можно сказать, и участвовали, и в целом принимали какое-то такое прямо уставное положение именно в этой организации. Очень активно. Да, и до 2013 года секретариат находился на Аляске, в Анкоридже. А с 2013 года Якутия, как основоположник, конечно, наверное, это главный фактор. То, что секретариат переехал сюда, из Анкориджи, представляете, в Якутск. Да, это же очень серьезное решение для всей России, потому что этот статус, я всегда подчеркиваю, когда рассказывают, что для России это единственная организация, которая представляет на международном уровне регионы наши, именно на севере и в Арктике. И нас, конечно, сейчас очень много спрашивает Министерство иностранных дел России, и как бы считается то, что мы, да, мы должны развиваться, и сейчас это так актуально. Что было до меня? До меня, ну, достаточно тоже много деятельности проводилось, но больше это было, наверное, по налаживанию контактов, которые были, да, возможно. Плюс еще, конечно, нам помешали, возможно, санкции. Как раз в 2013 году, если переезжает секретариат суда, ну, представляете, 2014 год, да, то есть все уже как-то идет на спад. Аляска выходит из нашей организации, и вот она возвращается в 2016 году обратно. Канадцы у нас вышли в 2013 году, КВБК выходит. Ой, вот это... Да, они были всего два года, с 2011 по 2013, но жалко, что они вышли. Но сейчас вот мы ведем работу по возвращению канадских регионов, ну, так как я, наверное, себе уже ставлю такую цель, как канадовед, да, но потом изначально, будучи ученым, я тоже много общаюсь с посольством Канады. Они, кстати, ну, могу уже так чуть-чуть сказать, да, наперед, что они поддерживают вообще, по идее, наше вот это вот возможное сотрудничество. То есть я считаю то, что, конечно, да, нужно объединяться именно вот, ну, и возможно, наверное, вы правильно сказали, несколько раз упомянули вот этот проект, который у нас был осенью. Это было в сентябре, 24-28 сентября, Северный форум по устойчивому развитию. Он такой толчок дал, импульс к развитию. То есть все те люди, которые к нам приезжали, а их было 111 человек. Они из всех северных стран же были? Да, они из всех северных стран и из трех азиатских стран. Это Китай, Корея и Япония. Они приехали сами. То есть мы, когда готовили этот проект Северного форума по устойчивому развитию, мы думали, что это будет конференция. Они стали откликаться прямо вот, ну, одному человеку сказал, он уже сарафанным радиом передает своим коллегам. И вот эти вот 111 человек так отрадно, что мы финансирование, вот как сейчас говорят, тревел-гранты предоставили всего, наверное, 15 людям. А остальные все сами приехали. У нас очень много было экспертов из разных институтов. Получилось у нас по институтам более 50 разных университетов и институтов приехало. Если по официальным лицам, у нас были делегации наших регионов Северного форума, примерно это было, получается, был Магадан, Чукотка. У нас были посольства, и это, кстати, самое высокое представительство у нас было. Посольство Канады, посольство Норвегии, посольство Исландии и генеральное консульство Китая в Хабаровске. Все-таки главный какой-то девиз или тема была обозначена? Что это было? Вокруг какой темы? Ну, понятно, что Арктика, Север, там северные страны, а вот что их притягивало? Само название в концепции у нас устойчивое развитие, Северный форум по устойчивому развитию, это именно направление все, как вы сказали, но мы выделяли. То есть у нас была экономика, экология и население. То есть вот по этим трем направлениям мы пытались набрать людей. И еще одна тема, которая всех заинтересовала, это объединение Азии и Арктики. А, вот-вот-вот. Да, и здесь опять к вопросу о патриотизме, да. То есть мы хотели выделить Якутию, как такой регион, географически расположенный, очень удобно для Азии и для Арктики. Азиатская Арктика, да, Якутия? Занимает Азиатскую Арктику. Самая Азиатская Арктика. То есть от Евразии, от Евразии, Азиатская. А кто-то еще относится к Азиатской Арктике? Если карту представить себе. Чукотка. Чукотка относится из регионов, да? Да, у нас два региона. На Дальнем Востоке, вот если по российским меркам и границам, у нас получается Чукотка и Якутия. Два региона, которые входят в Арктику, на Дальнем Востоке, ну и, можно сказать, азиатские. Ну азиатские, с точки зрения все-таки населения, наверное, все-таки больше Якутии. Якутия, да, конечно, Якутия. А Европейская Арктика, это вот Архангельск, там. Да, Мурманск. Мурманск, да, относится. Вот чем отличается, вот как-то, ну в таком плане, не экономически, политически, а вот для такого вот, для, не для обывателя, а для интересующего человека, чем отличается азиатская Арктика от европейской? Что главное? Ну, климат, самый главный климат, да? Самый главный климат, у них, конечно, Арктика мягкая, но у нас тоже не самая, да, жесткая Арктика, это у нас уже в Якутске очень холодно, да, ну на полюсе холода тоже очень холодно, во Ямиконе. А на самом деле, вот у побережья там не бывает прям минус там 50, да, такого не бывает. Что касается европейской Арктики, да, там гораздо теплее, там море не замерзает, что удобно, да, для северного морского пути. Потом там население больше, потому что мы все говорим, что у нас в России 2,5 миллиона в Арктике. Откуда эти 2,5 миллиона? Это европейская часть. Европейская. Да, освоенность больше, инфраструктура больше. У нас, конечно, вот и это тоже наша была концепция. Мы прописывали, что у нас регион не изучен, у нас регион остается неизведанным, да, почему такой большой интерес к Якутии, да, почему они сами приехали, да, за свой счет, опять же, потому что, ну, они воспользовались возможностью именно вот посетить, понять, что это тот регион, который вот сейчас будут развивать, возможно. Или тот регион, который нужно изучать, да, для экспертов. То есть это все, вот, наверное, разница именно в этом. Сейчас я занимаюсь вопросом геокультурной идентификации республик Саха-Якутия. Холодное пространство – это Якутия, ну, как бы центральная Якутия и Американский район. А так схожие, вот в этом плане схожие в Американской Арктике, в других арктических регионах. Кто? Канада наша любимая, да? Ну, по суровости нашего климата Якутского, Канада, арктический архипелаг, который мешает, опять же, потеплению, раз, плюс еще у них есть Гудзонов залив, и они его называют холодильником. Баффинного земляда. Да, остров Баффинного земляда, да, там рядом. Самый большой остров, кстати, архипелага. И из-за этого у них климат очень суровый. Все, что происходит у них за 60-й параллелью, да, это все уже считается совсем-таки вот такое, ну, для выживания. У них вообще в идентичности канадской. Вот, кстати, они много занимаются канадской идентичностью. Они считают, что они отличаются от Америки тем, что они выживают. Вот. И даже вот это слово выживание, survivor, да, survive, они пытались делать как идентичное, вот именно вот, как основное. А вам не кажется, что слово выживание такое уж больно, какое-то чуть-чуть пессимистическое, нет? Мне кажется, да. По-моему, неправильно. Наше преодоление же, преодоление. Хотя, как бы сказать, покорение природы Сибири тоже не то, покорение как-то, а вот выживание, преодоление. Я в Канаде был, с охотой танцевал вместе с ними, там, показывал шаманские камлани и так далее. Даже их, давал замечания ихнему шаману. И меня посвятили в охранники Папа Римского, индейцы. У них тоже, ну, такой, Папа Римский должен был прилететь. Я резерв охраны Папа Римского такой. Я всегда представляюсь перед канадцем охране Папа Римского. Канада, Америка, Норвегия, Финляндия, все эти страны, которые, ну, представляют северные регионы, в северном форме. И вам не думаете ли, как бы развернуть нашу культуру, культуру нашей республики в этом, как бы, векторе? Этот вектор, мне кажется, он близок. Близок во всех смыслах. Якутская культура, якутский народ, южное происхождение, там, тюркский язык, там, ну, понятно, влияние культуры молодежиственных народов, русская культура, европейская. У меня чувство, что разворот в сторону Арктика, арктический вектор, он может быть сильным. Как вы думаете? На самом деле все очень верно. И как раз вот то, что про Канаду вы говорите, что мы похожи, я абсолютно с вами согласна, я к этому стремлюсь. Мы должны дружить. Причем вот как раз по культуре. Культура это такая хорошая тема, которая не связана с политикой, да? Ну, в политике у нас мы знаем, что происходит сейчас, да, это очень все сложно. А как раз вот культура, и когда мы общаемся с официальными лицами, когда я общаюсь с официальными лицами Канады, они говорят, да, культура это хорошо. И у нас же есть очень хороший вот у Якутии проект, да, по бизонам. По бизонам, бизоны, да. Да, самый, ну, такой успешный, скажем так, да. Вот, а бизоны красота, то есть никакой тебе политики, да, то есть это действительно очень хорошо, когда есть такие вот, ну, возможности именно с Канадой без политики дружить. И нужно, наверное, это делать, ну, быстрее, я считаю, мы уже чуть-чуть опаздываем. Это же все начиналось в 90-х годах на самом деле, да? И вот вы правильно сказали, что, наверное, сейчас, да, и Северный форум должен как-то вот в этом направлении, да, двигаться. Финские эпосы, Калевала, потом норвежские саги, там, ну, понятно, на Аляске индейские, индейские, индийские или индейские эпосы, они по структуре очень близки. И я думаю, что наступает время, когда, ну, а эпосы же это фундамент культуры любого народа, это как бы плато, основа. Все другие проявления или форматы жанра культуры искусства, они исходят все-таки от эпоса. И вот я думаю, что в этом направлении нам надо работать вместе с вами, с Северным форумом. И Северный форум, мне, думаете, я и тогда предлагал вам, и вы так очень здорово восприняли, и не зря мы этот совместный проект сделали, Свет Натарктика, в Триумфе. Там молодежь, 4 тысячи молодежи тогда, это молодежь же, это студенты сидят, и они как восприняли это представление. Особенно меня, меня вот как бы подвигнуло на следующие такие серьезные шаги, подвиги такие в этом направлении. Когда глава выходит, стоит над картой Арктики и говорит, обращаясь к молодежи, говорит о том, что... Сергей Сергеевич, Ильдархан наш, он говорит фразу такую, мы хранители холода. И 4 тысячи молодежи бурно аплодируют этому. Мы хранители холода. Что-то меняется, видимо, в сознании якутян, да и мира, что Арктика становится... Арктика же держит планету. Арктика держит планету. И вот изменение климата происходит в Арктике. Там тают льды, и из-за этого могут произойти очень большие изменения по всему миру. Это раз. А вообще хочу вас поздравить с призом Союза театральных деятелей, который, вот сказать, за театр МАС, который вы сделали для... Национальная премия. Да, национальная премия. Театр МАС. Национальная премия. Мы 30 лет работаем. Я наоборот хочу поблагодарить вас, что как бы в рамках Северного форума мы уже создали это. И значит, работать с вами это выгодно, интересно. То есть в результате мы впервые заметили, хотя мы давно создали театр МАС. Да, на самом деле вы такое шикарное представление сделали. Были все гости просто, на самом деле, сказали, только Якутия может такое сделать. Если бы формат нашей передачи позволял бы показывать картинки, то зритель был бы, поведал бы вашим словам. Спасибо тоже, да. И то, что спорткомплекс «Триумф», там действительно получился триумф, этот цвет над Арктикой. Почему Северный форум, а не Арктический форум? Ну, в уставе прописана Арктика, и если мы говорим в совокупности с Арктикой, то, получается, мы берем границу шире, чем Арктика. Поэтому назвали Северный форум. Якутик у нас стоит вообще-то на севере. На севере? Мы же северные люди. Да. Как? Мы не Арктика по широте. Ну, по географии такой, по широте. Да. Потому что настоящая Арктика находится за полярным кругом. Это 66 градусов северной широты. А мы 62-я параллель. По каким признакам определено было Арктика? Хороший вопрос, потому что по границам мы же до сих пор не пришли к международному пониманию, что такое Арктика. Есть два определения. Я уже сказала про полярный круг, а есть вообще самое простое определение – это Северный ледовитый океан. То есть Арктика, ну, если считать по Северному ледовитому, это не суша, это океан. И если обратим внимание на английский язык, это же и называется Арктик-оушен. Так. Вот, это у нас Северный океан. А если говорим про север, тут вообще границы не определены. Правильно говорите, что это направление. И поэтому у нас в Советском Союзе, допустим, был Крайний Север. Это гораздо было понятнее, да? Крайний Север, значит, это действительно там где-то на высоких широтах. Да. У канадцев есть тоже свое определение – Средний Север, Дальний Север. И они уже понимают, что Средний Север – это в провинциях, Дальний Север – это за 60-й параллелью. Вот. А мы не можем употреблять действительно Север просто так. Нужно Север и Арктика постоянно говорить. И Северный форум – хороший вопрос. На самом деле, это, наверное, в тот момент не было таких больших форумов. И изначально это было, наверное, новаторское мышление тех людей, которые создавали. А это же создавал губернатор Аляски Уолтер Хикель. И, конечно, наш Михаил Ефимович тоже участвовал в составлении всего, наверное, и концепции, и стратегического видения дальнейшего. Я думаю, бралась именно граница по расположению городов, которые стали входить туда. По именно основным, скажем так, стейк-холдерам. И даже по географическому говорили. Вот, допустим, если Якутск брать, то он оказывается еще удобен с точки зрения общения с Северной Америкой и с Европой. То есть это из покойных веков так было? Да, и Михаил Ефимович об этом тоже говорил тогда. И потом, кстати, Александр Андреевич Кугаевский подписывал вхождение Якутии в Северный форум. Он мне тоже рассказывал историю, что когда вхождение Якутии уже в 93-м году уже официально документально было сделано, они говорили про Европу, про Восток и про Северную Америку. Что оказывается, чтобы всех объединить, нужно вот именно это иметь в виду. И я думаю, здесь, наверное, связано с нами больше. Почему Северный форум? Хотели охватить больше, наверное, не то, что Арктику, а именно города и регионы, которые могут туда войти. В передаче называй Эль-Ите. Эль – это государство, страна, народ. Это во всех тюркских языках, да и не только тюркских, во многих языках мира. Ай – это обод, ай – это воспитать, там, эль-Ите. В результате как бы подразумевается элита. Но часто под словом элита понимаются разные виды элиты. И поэтому то, что вот такие люди, как вы, совершают такие большие, такие патриотические поступки. Спасибо. И со своим багажом, знанием, чтобы наш регион, Якутия, включил в контекст мировой такой глобализационный процесс. Очень благодарю. Вы уверены, что Северный форум обретет такое масштабо международного, серьезного. Ну, я же знаю, что тот форум, которым властвует Америка, как Арктический форум, да? Нет, Арктический совет не совсем так. Там же два года передается председательство, и мы готовимся к российскому председательству, которое будет в 2021 году. От Северного форума? Нет, это Арктический совет. Ну, я имею в виду Арктический совет. Ну, а Северный форум может претендовать, там, амбиции такие есть, чтобы в глобальном плане... Я думаю, вполне, и вообще, я всегда говорю, что у Северного форума статус-то по структуре более высокий, потому что мы международная организация, признанная ООН в 93-м году. А Арктический совет – это международный форум высокого уровня, объединяющий страны. А страны и руководители стран. Да, но у них нет статуса международной организации. Вот, у нас же есть статус международной организации изначально, и мне кажется, Северный форум должен стать на уровень как раз вот межрегионального, как основная организация, которая объединяет страны на вот таком межрегиональном сотрудничестве. Прекрасно. Ну, на якутском языке это есть такое... Отец у меня всегда спрашивал, сана-котар-до. Ты мысли побеждаешь, значит, я вижу, что у вас очень... Ну, а я сама, продолжая ваш глобалитет, вот эту теорию, да, скажу, действительно, я патриот. Я часто говорю, мне люди говорят, ради чего ты живешь? А я говорю, ну, ради Якутии, ради России. Собственная книга «Арктика в политике и хозяйстве Канады». Фундаментальная книга нашего института США и Канады. К 150-летию Канады, 50 лет институт США и Канады ранее. Хочу подарить книгу «Путь республики Саха-Якутия», тем, чтобы вы в республику Саха-Якутия внесли свой весомый, интересный, арктический, северный вклад. ВООДУШЕВЛЯЮЩИЕ КАНАДИЯ Субтитры создавал DimaTorzok